Всем привет! Сегодня мы начнём разбираться с органикой и попробуем создать слизня. Придётся его смоделировать, затекстурировать, создать карту нормалей, создать скелет и пару анимассы. Итак, удалием камеру и источник освещения. Выделяем наш куб, переходим в Edit Mode, удаляем в вертикали. Получается один plane. Переходим в вид сверху и в ортографический вид. Теперь нам надо выдавить основание нашего слизня. Жмём для этого E и уменьшаем. Так вот, несколько раз. Хорошо. Теперь в другую сторону. Так, он какой-то маленький у нас получается. Вот так вот, давайте. Добавим грань, нажатием Ctrl-R. Так. Примерно так вот. Теперь выдаем крышу нашего слизня, скажем так. Для этого выделим все полигоны. Нажмём E. И выдавливаем вверх. Так, теперь надо его округлить сверху и по бокам. Для этого жму Ctrl-R. Выделяем вот эти вот грани. Стоп. Нет, лучше точки. И вот эти последние точки давайте не будем выделять. И вверх подтягиваем. Потом убираем те, что по краям. И ещё раз. Теперь добавляем ещё грани вот по этой стороне и по этой. Жмём для этого Ctrl-R. Выделяем точечки наверху. Переходим в главный вид. Тянем по Z. Теперь горизонтально добавляем грань. Жму SX. Чтобы он набух. Так. Добавим, пожалуй, ещё одну. Сюда. И сюда. Теперь жму Alt-Shift. Правая кнопка мыши, чтобы выделить грани. В том кольце. Жму SX. Хорошо. Так. Здесь мы, пожалуй, немного вперёд вытянем. Так. RX, чтобы наклонить по X. Нет, это слишком. Покатит, короче. Так. Даже не знаю, где будет голова. Наверное, здесь. Да, здесь лучше. Тем более широкая часть получилась. Так. Нажмём Smooth, чтобы сгладить. Потом выделим весь объект. Нажмём Ctrl-N, чтобы нормали смотрели в обратную сторону. И добавим... И добавим... Эээ... Этот... Как его? Круг. Так. По новой. Вот здесь выбираем 8 вертикалей. Тащим вверх его. И это будет у нас глаза, такие вроде усиков Уменьшаю, жму Е Выдавливаю, у нас получается цилиндр Дальше жму еще раз Е Р, Х Сюда перемещаю Так, еще лучше больше наклонить Так, жму еще раз Е И жму С Так, это пониже сделаем, пожалуй Так Жму еще раз Е И еще раз Теперь делаем сам зрачок Сам глаз Жму Е И выдавливаю по Игреку на нас Можно еще, нет Давайте сэкономим полигонов И тут уже остановимся Просто соединяем две грани Выделяем их и жмем Ф Как-то так получилось Надо немного основания уменьшить Уменьшаем его ПЗ растягиваем Теперь выделяем Самый из грани Сделаем здесь небольшой присосок Чтоб не так заметно было Соединение глаза и Основания Ну вот это вот тело, скажем так Жму Е Так вот Подтягиваю Выделяю все полигоны Жму опять же Smooth и Ctrl N Так, переходим в главный вид С другой стороны Ctrl 1 Уменьшаем, пожалуй И Так, сначала сюда Повернем по Игреку Так, и теперь Добавим модификатор Миррор Чуть выше поднимем Попробуем Так Теперь соединим глаза С туловищем Для этого Выделяем их А потом туловище И жмем Ctrl G Так, нет Сначала на глазах Надо применить модификатор Жмем для этого Apply Выделяем туловище Ctrl G И теперь это один объект Теперь нам надо Сохранить Развертку Для этого открываем еще одно окно Выделяем там Выбираем UV Image Editor Выделяем В edit моде нашего Нет, не выделяем Просто в edit мод Переходим Выделяем Все нижние грань Для этого нажмем Alt Shift Правая кнопка мыши Они все не выделяются Жмем еще раз Здесь 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 Так вот Теперь у нас основание Отдельным объектом будет Mark Sim То есть Отдельной разверткой Будет показано У нас основание Жму для этого U Unwrap Но предварительно Надо выделить Весь Объект Так Теперь нам надо Скопировать Нашего слизня Так Это все можно Закрыть Копирую Глаза лучше удалю Пока Добавляем Модификатор На копию Subdivision Surface Так 5 уровней Наверное Будет достаточно Нажму Apply Теперь надо В скульп моде Нанести Нет Надо сначала Сменить Музычку Да Теперь надо В скульп моде Открыть Панель инструмента Жму для этого Т Добавим Новый инструмент Наш Назову я его Вот здесь Можем Видеть Так Я его Видимо Не добавил Ну и фиг с ним Так Теперь нам Надо сделать Что-то Вроде Выбоин Как у кожи Наверху Нашего слизня Можно Это Делать Вручную Вот Так Вот Допустим Вдавливать Или Просто Это же Открыть Вот здесь Текстура Жмем New Image Омови Open Открываю Текстуру Кожи Первый Попавшийся Так Вот так Она пойдет Перехожу Вид Сверху Нас интересует Вот эту Копия Здесь Я должен Выбрать Текстуру А Здесь Она уже Выбрана И Рисую Так Как вы видите Это не очень Похоже На кожу А еще Сейчас Может все Вылететь Поэтому Я нажму Ctrl S Чтобы Сохраниться Нам Нужно Выбрать Какой-то Параметр Сейчас Я Вспомню Нет Вот Строк Метод Унсерпед Вроде Да Здесь Можем Так Получается Опять же Не кожу Надо Стрэндж Убавить Вот это Уже Ближе К истине Надо Добавить Теперь Так Так Это 150 Будет Достаточно В общем Сделаю Сначала Вот здесь Кожу А потом Вот здесь Ну и По центру Видимо Еще Так Что у нас Получилось Так Не очень Давайте Я еще раз Попробую 170 Ну ладно В общем Я думаю Вы поняли Метод Теперь Нам надо Сделать Карту Нормали Снять С этого Объекта Потом Положить На тот Но это Уже В юнсе Так Открываем Новое Окно UVMH Эдитер Здесь Наша Развертка Должна Быть Сделана Обязательно Делайте Сначала На Лоу Поле Потому Что Потом Будет Просто Невозможно Работать Со всеми Этим Полигонами Так Добавляем Новое Изображение Вот здесь Добавляю Изображение Давайте Гуляем 248 Хотя Если Вы Конечно Делаете Какой нибудь Момо РПГ Там Надо Все Это Экономить И на Изображении И на Полигонах Мы По-моему Здесь Здесь Всего 256 Вполне Можно Себе Позволить Так Выбираем Созданное Изображение Дальше Приходим Вот сюда Ну я Уже Показывал Как Делать Карту Нормали Здесь Выбираем Нормали Объект И Бейк Дальше Результат Он Там Как Долго Будет Все Вот Здесь Показывается Так Вот Наша Карта Нормальная Теперь Нам Надо Все Это Сохранить Image Save As Image Сохраняю Как Normal Так Готово Теперь можем удалить Это Дело Сохранить И отправить Нашего Слизня В экспорт FBX Дальше Нам надо Открыть Unity Откроем Развертку Мы Экспортируем Тело Текстур Назову Развертку Так Все Глючит Ну Карта Нормальная Нам Не Надо Так Теперь Нам Надо Открыть Какую Текстуру Которую Будем Использовать И тут Ее Набросать Допустим Металлическую Можно Это Не Важно Допустим Угу Угу Это У нас Как Выглядит Нет С дырами В металле Нам Текстура Не Подойдет Давайте Просто Такую Так У нас Тут Открылся Наш Проект Я Уже Делал Вообще Этого Слизня Сейчас Просто Показываю Вам Так Тест Создаю Папку Куда Сейчас Накидаю Метал Открыли Потом Будем Сами Работать Открываем Папку Куда Мы Сохраняли FBX И Все Эти Текстуры Так Вот FBX И Вот Карта Нормальная Кидаем Сюда Ну Я Сделал Еще Папку Текстур Мне Так Удобнее Просто Так Добавляем Слизня На сцену Он Слишком Маленький Как Обычно Поэтому В настройках Экспорта Указываем Один Так Чтоб Мы Его Не Засвечивало Мы Его Подвинем Подальше От Наших Персонажей Так И Здесь Указываем Bumper Спекуля Кидаем Normal Map В настройках Текстур Normal Мап Указываем Normal Мап И 01 Сейчас Все у нас Должно Быть Красивенько Да Вот Примерно Так Ну Это Конечно У нас Не на Кожу Похоже Ну Ладно Пойдет Текстуру Надо Сделать Текстуру Текстура Металла Нам Просто Не Пойдет Нам Надо Будет Там Где Карта Нормаль Лежит Вот В этой Области Сделать Другой Цвет Так Просто Красивее Будет Выглядеть По-моему Так Надо Было Размер Все-таки Меньше Делать Развертки Так Наложили Метал Можно Даже Наверное Оттенок Насыщенность Так Сделаю Так Сделаю Светло-зеленый Даже Желтый Хотя Не знаю Так Ладно Пусть Зеленый Будет И Здесь Выбираем Кисть Так Добавим Еще Слой Увеличаем Нашу Кисть И Выбираем Темно-зеленый Допустим Лучше Ваш Вручную Больше Темнее Выбирают Свет Так Вот Вот Так Вот Провожу Кисть Так Вот Выбираю Размытие Гауссово Размытие Так Давайте Вот так Еще Сделаем Размытие Гауссово Размытие И тут Ну Тридцатку Поставим Ок Все Сохранилось Фон Убираем Сохраняем Как Пнг Надо Заменить Ок Ок Объединить Теперь Нам надо Кинуть Текстуру Папка С текстурами И Кидаем На Нашего Монстра Вот Что У нас Получается Получается Это Неправильно Почему Так А Потому Что Я Еще Весь Материал Хотел Настраивать Так Вообще За свет Вот Так Вот Блеск Блеск Мы на Максим Выставляем Цвет Убираем Получается Очень Ядовитый Цвет Сейчас Надо Переделать Немного Хотя Может И такое Пойдет Я не знаю Я просто Хочу Монстра Первого Уровня Сделать И он Как бы Не должен Быть Таким Агрессивным Соответственно Если у вас Он Очень Яркий То Он Как будто Ядовит И страшный Становится Поэтому Я сейчас Немного Поубавлю Зеленый Цвет У нас Есть И Оттенок И насыщенность Так Оттенок Ноль Ставлю Насыщенность Я Ставлю Так Вот Уменьшаю Сохраняю Да 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 Все Это Заменяйте Объединяйте Здесь мы Потемнее Тоже Сделаем Свет Вот Как Так Получается Да Уж Конечно Так Се Ну Ладно Теперь Что Нам Надо Сделать Нам Нужно Сделать Скелет Я Сам Давно Не делал Переходим Вид Сбоку Добавляем Сингл Боуны Так Притаскиваем Сюда Переходим В Эдит Мод И Жмем Е Вытягиваем Кость За Костью Дальше Выделяем Их Все Запихиваем Внутрь Нашего Слизня Чтобы Смотреть Сквозь Слизня На нашей Кости Тут Есть Такой Параметр Вот Object Data X-Ray Запихиваем Прямо По центру Сохраняем Так Что Дальше Надо Привязать Наши Нашего Персонажа К Костям Для этого Выбираем Сначала Его Потом Костя Жмем Ctrl P И With Automatic Wades Выбираем Параметр Дальше Здесь У костей Есть Три Параметра Объект Мод Это Просто Мы можем Перемещать Вместе С Объектом Теперь Edit Мод Это Добавляет Новые Кости И Post Мод Post Мод Это Для Создания Анимации Так Выделяем Допустим Эту Кость Так Поворачиваем Ее по XORX Вот Видите Она Крутится RZ RX Так С последней Нам Ничего Не Предстоит Сделать Видимо Нет Давайте Так Как нам Отвязать Кости Выделяем Наш Объект Здесь Появляется Модификатор Мы Его Закрываем Теперь Наши Кости Должны Быть Отдельны По идее Так Ладно Удалим Эту Кость Сюда Нет И Выделим В обратную Сторону Вот Я просто Сначала Забыл Уже Про Это В общем По Новую Попробуем Привязать Ctrl P With Automatic Waste Так Смотрим Что у нас Получилось Спасмод Так Секунду Все это Удаляем Модификатора Нету Пятимашон Тогда Привязан Так Добавляю Арматуру В общем И Вручную Сейчас Так Объект Арматуру Посмотрим Смотрим На Наши Ключи Так Ладно Я В общем Переделаю Сейчас Все это Потому что Извините Я Забыл Уже Немного Добавляем Сингл Бона Применяем X-Ray Чтобы Видеть Его Так Переходим Ид сбоку Edit Mode И в обратную сторону Две кости Допустим Связываю Связываю P With Automatic Ways Появляются Вот эти Вот Это Распределение Веса На кости Сейчас Разберем Это Делаем Так Так Все На этот раз У нас все правильно Все раз Извините За Мою ошибку Так Что такое Вес Для этого Мы Открываем Наш Выбираем Монстра Выбираем Weight Paint Вот Вес На первой кости Это Все Что Привязано К первой кости То и будет двигаться Тут Почему Не выбраны Глаза Они У нас Не должны Двигаться По идее Сейчас Посмотрим При движении Первой кости Не должны Двигаться Если Верить Но Видимо Нас Обманули Так Но все равно Их лучше Выделить Мало Ли Как Это Будет Отображаться В юнити Чтобы Их Выделить Надо Перейти В Настройку Инструментов Нажатием Клавиши Т Выбрать Tool ADD И Можно Закрашивать Соответственно Чем Светлее Цвет Тем Чем Краснее Тем Более Жестко Он будет Привязан Кости Вот Допустим Вот Такой Светло Зеленый Это Значит Он Будет Растягиваться А Красный Это Строго Ходить За Костью Так Вязываем Вообще Чтобы Распределять Вес В таких Местах Надо Их В Идет Моде Поднимать Вверх И там Со всех Сторон Начинать Раскрашивать Ну Я Здесь Сейчас Накатаю Думаю Я Все Хвачу Даже Внутри Нет Нормально Сойдет Так Вот Соответственно Вторая Кость Третья Первая У нас Тут Наход Да Надеюсь Вы Поняли Как Здесь Вообще Устроено Так Почему Тут у меня Первая Вторая Вот В одном И том Же Месте Показано Почему Все Это Неправильно Отображается Вообще Лучше Ручками Все Рисовать Так Хорошо Давайте Попробуем Сделать Анимацию Какую Нить Сохраним Наш Объект Это Мы Убираем Анимацию Надо Ставить Ключи Именно На Кости То есть На Кости В Пост Моде Вот Допустим Выбираем Все кости Жму I Lock Rock Scale Чтобы Каждый раз Не сжать Я выберу Lock Rock Scale Здесь Выбираем Теперь Кадр Не знаю Вот Третий Кадр Поворачивает Он По З Жму Lock Rock Scale Дальше Еще Так Третий Кадр Шестой Кадр Он Возвращается Сюда Так При этом Должен хвост Как-то Двигаться Соответственно Он Вот У нас Туда Сюда Ползет Хвост Должен У нас Хотя Б Значит Вот Так I I 6 N6 Запускаем Анимацию Вот Он Как-то Неправильно Движется Че-то Не хватает Нам Наверное Стоит Увеличить Расстояние Между Поворотами Вот Между Кадрами Увеличить Количество Кадров В общем Я Добавляю Снизу Окно Здесь Выбираю Doop Shit Здесь Показаны Все Ключи На каждую Кость Вот У нас Блон 3 Идет Блон 2 Идет Мы Выделяем Они Даже Подсвечиваются Соответственно Выделяем Все И Жмем С Перенесем И Начало Так Конец 40 Кадр Допустим 40 Так Надо Еще Чуть Чуть Задвинуть На кадр Вот А теперь Он Медленно Ползет Как Видите Надо Теперь Уменьшить Конец Конец Нас На 28 Кадре Значит Вставляем Конец N28 Запускаем Анимацию Вот он Так Будет Ползти Так Сохраним Здесь Нам Надо Добавить Еще Вот Сколько Тут Перерыв С Первого По Второе Первое Двенадцать Кадров Соответственно 28 Плюс 12 Это 30 40 Убираем Последний кадр Сорковой И на него Мы ставим Все ключи Которые У нас Были Вначале Копируем Ctrl G Или Как Там Shift Д Копируем Начальные Ключи Чтобы По Окончанию Анимации Он Встановился В первую Позу В таком Случа Анимация Будет Циклическая Вот Запускаем И Нету Как бы Не видно Швов В ключах Хорошо Дальше Нам надо Сделать Следующую Анимацию Так Так Не тот Сейчас Я просто Покажу Как А вот Они Сохранились На Наши Сейчас Я по Быстрому Сделаю Все Мне вообще Не везет С этими Костями Так Копирую Первое Хорошо Сохранить Дальше Нам сделать Другую Анимацию Допустим Где он У нас Будет Атаковать Все Это Мы Делаем В одном Файле И Вот На Одном Таймлайне Для этого Мы Увеличиваем Нашу Анимацию Начало Берем Допустим 40 Как он У нас Будет Атаковать Давайте Подумаем Наверное Ну Сейчас Короче Походу Разберемся Так Выбираем Пять кадров Здесь Выбираем Давайте Он будет Типа Как бы Это Сделать Поднимает В общем Голову Жму Ай На этом Иже Кадре Он Не знаю Немного В сторону Ведет Хвост Следующий кадр Следующий Кадз Он Он У нас Будет Отталкиваться От земли Так 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 Х Так Не знаю Сейчас Что Получится Забыл Поставить Клещи Так Ставим Клещи На Все Что Получается Ну Давайте Он Просто Голову Типа Опускает Я Не знаю Ой Не на то На следующий Пять кадров Рэкс Нет Давайте Все таки На этом Даже Немного По Игр Кузы Нем Тогда Он Получается У нас Вот Как бы Вперед Толчок Сделает Так Здесь Какой-то Вообще Лаг По центру Происходит Ну Ладно Пойдет И Последующие Сколько Сорок Пять Последующие Наверное Семь кадров Он возвращается Обратно Не обязательно Делать Столько Кадров Сколько И вначале Но Лучше Меньше Так Сейчас Мы на Пятьдесятом Кадре Нам нужен Пятьдесят Седьмой И сюда Мы копируем Опять же Первые Ключи Shift D Скопировали Так И И Пятьдесят Седьмой Кадр У нас Последний Смотрим Атака Ладно Пойдет И так Я думаю Для Теста Так Это окно Нам не надо Теперь Нам надо Экспортировать Нашего Слизня Жмем FBX Заменяем Старого Заменяем Потом В проекте Прям Это Флэнфайл Это FBX Так Вот Наши Объекты Тест Заменить Заменяю Так Чтобы Настройки Наши Текстур Не слетели Или Они все равно Слетят Так Удаляем Старого На всякий случай И Здесь У нас Должно Быть Так Настройках Экспорта Должно Быть Анимация Вот У нас Анимации Первая Идол Анимация Это Анимация Спокойства Которую Я забыл Сделать Ну ладно У нас будет Он просто Ходить И И Атаковать Ходить Это у нас Начинается С нуля До Сорока Убираю Старт Ноль Энд Сорок Назову Анимацию Move Вторая Анимация Так Это У нас С торгового Кадра Идет По Пятьдесят Седьмой Сорок Сорок Так Сохраняем Аплай Применить Сохранить И Проект Тоже Так Теперь Попробуем Удалить Попробую Свой скрипт Недоделанный Кинуть Посмотреть Он будет Бегать Или Нет Так А еще Он Вот эти Анимации Надо Перекинуть В отдельную Папку Создадим Фолдер Анимации Появляется После того Как Почему то у меня их 4 Они появляются После того Как вы их укажете В экспорте Так Я их должен Копировать Блин Я уже забыл Как это делать Так Ладно Попробую Хотя бы Так Кинуть Вот Наш Слизень Вот Тут Надо Указать Мов Здесь Указать Атак У меня Нет Еще Ладно Запускаю Проект Он у нас Почему то Атакует Стоим На месте Вот Здесь Идет Первая Анимация Давайте Попробуем Тогда Анимацию Атаки Туда Запихнуть Это Идол Анимация Когда он Стоит На Месте Так Когда он Атакует Он Все Так Атакует А Когда Двигается Все Рано Атакует Попробуем Еще Одну Раз У нас Тут Четыре Анимации Получилось Так Здесь Он Еще Не Не Делает А Теперь Он Двигается Хорошо Сейчас Я ему Настройка Крипта Надо Радиус Че Иди сюда Что Непонятно Почему У меня Четыре Анимации Создалось Не Хочет Он Двигаться Почему То Ну Ладно Тоже Видимо Из-за Того Что Я Кривой Скриптер Ну Ладно Что Тут Подел Ну В общем Я Надеюсь Вы Поняли Как Делать Скелет Анимации Как В Экспорте Тут Надо Именно Указывать Анимации И Все Это Должно Быть На Одном Таймлайне Обязательно На Этом Наверное Все Пойду Писать Скрипт Всем Удачи Субтитры